Физпекта, блат, блат, блат Всем привет, подписчики. Я Физпект И давненько хотел снять ролик на тему Почему игры это зло? Плохо, ужасно, деструктивно, какашка И другие синонимы, из-за которых можете посчитать Меня старым дедом. Эти же деды постоянно вещают Из телевизоров, а потом... Сколько, кстати, Физпекту лет мне интересно? Я что-то вообще никогда не слил за этим А почему его в друзьях у меня нет? Бляд, 2000 год рождения, пиздец Школь... Подожди, блядь, это же 24 года Он как ужасно играть в игры Возможно, тебе родители запрещают играть больше часиков в день Да и, в принципе, в нашем обществе принято считать, что есть геймеры и нормальные люди Ты скажешь, 24-й год, современность, все уже давно поняли, что это Не, я говорю, я вообще, я до сих пор не могу отойти от того, что людям, которые, там, не знаю, там, 20, ну, 2006 года рождения Им сейчас исполняется, ну, сколько? 18 лет Это ж пиздец, 2006 год рождения, это 18 лет сейчас А 2000-е, это, ну, 24 года Ребята, чтобы вы понимали, я 99-е, 98-е воспринимаю, как школьники, блять Вон, сука, с ними даже в футбол не поиграешь А это мои ровесники, считай, сейчас Это нормально, да Проблема, каждый раз, когда ты слышишь, что какая-нибудь селебля тебе оказывается играет в доту Или какой-нибудь очередной псевдомотиватор, инфо-цыган на ютубе затирает о том, как классно играть в игры Ты невольно с этим соглашаешься Каждый раз, даже не осознавая этого, находя себе просто оправдание, чтобы дальше задротить и играть, не видя вообще негативных последствий Сегодня я выстрелю сам себе в ногу, напоминаю, у меня канал по геймерским девайсам То есть, по сути, я уже 7 лет рассказываю вам о том, как качественнее и больше играть в игрульки Но сегодня я расскажу о негативных последствиях Ну, кстати, я знаю кентов, короче, которые покупают геймерские девайсы, просто потому что, ну, это, типа, удобные Ну, типа, просто удобные девайсы, в первую очередь И они такие, я не особо играю в игры, но просто я хочу, чтобы у меня были там самые лучшие девайсы У них там, заходишь, у них там коврик пиздатый, мышка пиздатый И они такие, да я просто ролики монтирую, у меня вообще похуй Всего этого занятия И для особо одарённых, это именно цель данного ролика, рассказать о минусах И если ролик вам зайдёт, тогда будет видос про плюсы играть в игры И если что, ролик построен целиком и полностью на моём имхо и моей истории Поэтому давайте начнём тоже сдалека Да ты чё, блядь Это говорит человек, который говорил, что китайские мыши это топ Ну, я говорил такое, и что? Так я что, я говорил тоже, что китайские мыши, я просто респект, если что Я тоже говорю, что китайские мыши, мышки топ Вгнка, это охранительная мышь сейчас по цене-качеству Я брату, он своему сейчас отдал её, потому что мне суперлайт подарила Нелли Первый скил и третий, первый скил и третий, первый скил и третий, первый скил Не надо, дядя! Где-то до 11 лет проблем вообще никаких не возникало У меня банально не было интернета И единственное, во что я мог играть, это какие-то соло-проекты Всё поменялось, когда мне подключили интернет И я смог скачать джаву, чтобы запустить майнкрафт Интересный факт, хоть интернетом, где и подключили, был он 2G Потому что там, где я жил, банально не было связи Ой, такая классика, такая классика У меня, короче, сначала когда жил в этом В городе, у меня был нормальный интернет Оптоволокно, правда, сука Ну, я не знал слова безлимитный Мои родители, видимо, тоже об этом не знали Интернет был модемный И тут уже начались первые звоночки Потому что, когда закончилась учёба, вместо того, чтобы заниматься привычными детскими делами А, так вот, получается, я про интернет В общем, я жил в городе И там было обычное оптоволокно Самое обычное Да, блядь, ты заебал Я тебе расскажу историю Я, короче, жил в городе И там было оптоволокно Мои родители не знают, что такое безлимитный И, то есть, ты качаешь просто какой-нибудь файлик Даже для игру для PSP У тебя заканчиваются деньги на интернете И в какой-то момент Ну, это хотя бы был интернет Хотя бы скорость была хоть какая-то А потом я переехал, получается, в дом отдельный И там не было овощей на это И знаете, что я делал? Это вообще пиздец Сейчас вам покажу, короче, по фоткам Чтобы вы понимали, как это выглядело Там я взял вот такой Во, вот он Вот такой вот был мегафон-модем И я, получается, взял удлинитель USB Подснимал его к компьютеру Поднял его повыше Чтобы он ловил нормальный этот 3G-интернет И так, блядь, им пользовался А там, если что, был, по-моему, безлимитный тариф Но у этого безлимитного тарифа Тоже были ограничения определенные, сука А не, пизжу Вначале он не был безлимитным Там нужно было бабки Там было определенное количество гигабайтов в месяц Потом появился безлимит Но с ограниченной скоростью И я так с ним ебался, вы не представляете А потом Мы провели DSL-интернет Это было Ребята, это были 10 мегабайт в секунду Жестко Знаю, ребята 10 мегабайт в секунду И мы, получается, выключали вот от телефонной связи К модему И каким-то образом это все переводилось в интернет И это была охуенная тема 10 мегабайт В тот момент я считал, что это просто шедевр, ребят Ламика, Таня на велосипедах Пинание бомжей Я переезжаю на все лето к бабушке Потому что у нее была связь Чтобы играть в мой любимый Майнкрафт И даже когда началась учеба Я неохотно на протяжении месяца Еще перекантовался у бабушки Потому что как это так Не играть в Майнкрафт и учиться Моя мама быстро порешала этот вопросик И через месяца 3 Мы смогли протянуть интернет кабель от наших соседей По каким-то причинам В нашу квартиру не могли провести отдельный И так как я уже вернулся в школу Мой одноклассник мне рассказывает О, база Бейс 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 Помните? Реквием Перфект ворлды Вовке А конкретно игра Karas Online Эта игра сейчас вам ни о чем не скажет Но это было мое первое погружение В интернет социальное взаимодействие Первые гильдии кланы Бородатые мужики Которые рассказывают тебе Как нужно правильно фармить Я буквально жил этой игрой, и у меня есть небольшая особенность в организме, это увеличенные гланды, и я мог легко засимулировать ангину, поэтому я часто скипал учёбу ради того, чтобы... Засимулировать ангину? Это как, сука? Так в больницу бы вы положили туда, ему просто вырезали бы гланды. Или как это работает, разве нет? На самом деле, просто родители как будто похуисты были. Если бы у меня ребёнок постоянно болел бы ангиной, я бы его в больницу бы отдал. Поиграть. Также в ролике про свою болезнь я рассказывал, что с 8 по 9 класс я всё лето дома сидел и играл в этот карос. Просто не пришёл на 1 сентября, сидел дома 3 недели, пока к нам не пришли органы опеки, чтобы спросить, что за фигня происходит, почему ребёнок не ходит в школу. Естественно, мне пришлось пойти, и параллельно в моей жизни появляется такая игра, как Dota 2, но они... Не, я, кстати, до поры до времени, я прям хорошо учился и при этом играл в игры, поэтому я прям ходил в школу, я был прилежным учеником. Ну, я бывал, прогуливал школу и наёбывал там шестерей там и так далее, но это всё началось, наверное, в средней школе. Вот именно в начальной я почти что всегда был самым-самым прилежным учеником, я прям, знаете, был паинькой. Поговори немножко. Гланды вырезают, только в крайнем случае. Так он уже говорит, он постоянно симулировал, типа, ну это получается, но родители могли подумать, что это хроническая хуйня, понял, брат? Пока позже. Сейчас я не помню, но каким-то образом я бросил этот карос и перешёл на другой MMORPG, который называется Dragon Nest. О ней, кстати, есть ролик на канале, который имеет наименьшее количество просмотров, это просто дань уважения данной игре. Далее я сдаю УГ, поступаю в шарагу, начинается ютуб-канал и дальше всё, собственно, идёт своим чередом. Для чего я всё это рассказывал? Чтоб вы понимали предысторию, что я буквально всё своё детство с появления интернета жёстко задротил. До такой степени, что я... Когда УГ появилось? Потому что у нас вроде был этот Геа, или как так назывался. Я не ходил в школу, учился на двойке, ко мне приходили органы опеки, чёрт возьми. Всё это, конечно же, было связано с моей болезнью, из-за чего я не хотел выходить из дома, но сама суть, что к 16 годам, когда я начал заниматься ютуб-каналом, я был жёстким задротом. И посмотря на меня со стороны, может показаться, что всё наладилось. Ты популярный ютубер, а проблема задротства осталась в прошлом, в детстве. Но как бы не так, прямо сейчас я могу открыть творческую студию ютуба и отсортировать за всё время, увидеть провалы, где просто не выходило никаких роликов. И каждый такой пропуск связан с тем, что я в очередной раз погружаюсь в какую-то залупу. Что уж говорить, мне 23 года, и 1 января мы решили с друзьями по приколу пойти пройти какую-нибудь сборочку Майнкрафта. Не нашли ничего толкового и решили пойти на сервер. Не буду называть проект, но это связано с одним блоком. И на протяжении трёх недель наша жизнь состояла только из того, чтобы играть в этот ванблок. Жил только на доставках, не выходил из дома, стримы мы и сократились чуть ли не до часа. Даже во время стримов и ночью я не выключал компьютер, у меня был открыт проект, чтобы копать этот сраный один блок. Я и на стримах говорил о своей проблеме, что я просто даже не могу не играть. Любые попытки отвлечься приводят мне... Так, ну да, да, бывает такое. Триггер, что как это так, я трачу время, просто когда могу добиться чего-то в игре. И тут вы можете подумать, капец ты лох, задрот. Нет, у меня бывает такая херня вот именно в одиночных играх часто. Когда я захожу в неё и такой, бля, вот это игра. И я такой думаю, так ладно, следующую миссию пройду и пойду спать. Потом так, ладно, следующую миссию пройду и пойду спать. И ты так откладываешь, откладываешь до бесконечности. Но чтобы был прям триггер с желанием зайти в игру и откопать какой-то блок, ну, блин, ну это в принципе, если перевести на эту тему, возможно как будто то же самое. Но мне кажется у каждого, когда человек, который играет в одиночные игры, вот такая ситуация была. А вот с блоком хз. Тише. Я-то не такой в жопу. Да так, да ты так и на стриме в кс дротишь до шести утра, о чём ты? Так я вчера дротил в кс, потому что у тебя жопа сгорела после первой игры. Я просто решил себе всё эло проебать. Это другое немножко, брат. Плазию рукой. Но тут не нужно зарекаться, потому что когда я начал говорить о своей проблеме, я понял, что я не один такой. И на самом деле у многих людей есть проблемы, которых даже они не осознают. Как ситуация с Майнкрафтом, так и с любой другой игрой, в которой начинаю играть по приколу, рано или поздно это перерастает в соревновательный момент. Нужно иметь самый лучший счёт, самый красивый дом, самое большое количество уровней, самое большое количество предметов и так далее. В какой-то момент просто слишком серьёзно начинаю относиться к игре, в которую я зашёл изначально получать удовольствие, и начинаю перетягивать одеяло на себя даже среди друзей. Начинаю непроизвольно командовать или злиться, когда кто-то делает что-то не так. Игра из удовольствия превращается в достижение какой-то цели, которую ты сам себе в башке поставил. И предлагаю вам на этом этапе задуматься, возможно вы являетесь таким же человеком, как я. А возможно среди вашего окружения, друзей есть такой же мнимый командир. На самом деле это очень страшно, потому что когда я собирался делать этот ролик, я вспоминал кучу моментов, когда я ссорился с людьми из-за того, что к игре я относился слишком серьёзно. Возможно... У меня титок тоже такое было. Но у меня, короче... Нет, в целом, короче, я в играх не горю. У меня есть, короче, несколько триггеров на горение. Несколько триггеров на горение. Первый триггер, когда мы играем... Мы такие, ребята, мы играем серьёзно? Да, мы играем серьёзно. И чуваки начинают рофлить. И я такой, а нахуй я стараюсь, если вы рофлите? Типа, это просто, ну, несправедливо, я считаю. Неуважение какое-то. А второй момент, когда на меня челы начинают флеймить. То есть я могу, типа, на чуваков тоже подгореть за какие-то моменты, но я им в жизни ничего не скажу. Я блестись на зубы, особенно с рандомами, потому что я знаю это бессмысленно. Я им ничего не скажу, никогда, блядь, в жизни. Ну, если, ну, если я им, блядь, что-то не... Ну, кроме того, наверное, когда они руинят. Хотя даже когда вот сегодня чел бегал, руинил, я им и говорил, блядь, мужик, пожалуйста, перестань. Всё, до последнего, чтобы вы понимали. Но если на меня что-то скажут, блядь, просто будьте готовы к тому, что я на вас вылюблю весь, блядь, гнев, который копился. Не хочу сильно выёбываться, блядь, но я, блядь, в гневе просто, ну, меня не остановить. Вы можете что угодно говорить, на вас просто будут литься на каждую секунду дефы, сука, каждую дефы. Можно, вы не видите никаких сходств со мной, но для таких людей, как я, игра реально превращается в частичку жизни. Ты буквально не представляешь себя без этой игры в данный промежуток времени, хотя... Вчера смешно говорил. Да, блядь, потому что ещё в контент это надо переваривать. Это, короче, ну, огромная, охуенная тема. Ну, как кто хочет, берите на заметку. Ну, когда вы говорите на кого-то, в первую очередь, ну, на вас же смотрят другие чуваки. Вам, на самом деле, поебать, как оценит вас этот чел, потому что он к вам будет хуёво оцениваться. Если вы будете смешно гореть на кого-то, блядь, то вы будете правым, потому что вы смешно горите. То есть вы можете нести полную хуйню, прям лютейшую, и быть максимально неправым, но если вы горите смешно, скорее всего, вас будут вспоминать, типа, ха-ха, бля, ебать, он его нахуй душит. Я понимаю, что в будущем ты, скорее всего, её бросишь. Ведь ни одна... Это, типа, супер лайфхак, если, вот... Я уверен, кстати, в чате есть такие чуваки, кто так же делает. И, ну, вы понимаете, что это супер рабочая тема. Она не может жить вечно, и твой уход из неё видится как закрытие и скатывание самого проекта. А пока данная игра существует в твоей жизни, ты в ней реально живёшь. Подтверждение моим словам находится в банальном общении с людьми. Заметьте, когда ты спрашиваешь человека, во что ты играешь, он вряд ли скажет, я играю в шутер. Он, скорее всего, скажет, я играю в КС. А при любом удобном случае человек любит похвастаться количеством наигранных часов в какой-то игре. Или рейтингом. Что реже, потому что не все хорошо играют. В интернете твои достижения в играх становятся реально существенными среди таких же игроков. И это не значит, что они не имеют смысла вообще. Как раз-таки эти достижения мы пытаемся себе нафармить, чтобы быть более крутыми, что ли. Только проблема в том, что некоторые люди, такие как я, ставят достижения в игре равнозначно достижениям в жизни. При этом делают либо это неосознанно, либо понимают, что всё это бессмысленно, но продолжают, потому что это доставляет им удовольствие. Ответьте честно себе на вопрос, собираетесь ли вы на полном серьёзе связывать свою жизнь с играми. Ну, вообще, на самом деле, спорный вопрос. Вот, наверное, где-нибудь в нулевых, ещё раньше, действительно, достижения в игре не равно достижениям жизни. Это прям точно. Но сейчас, особенно если у тебя достижения в играх как-то связаны с медикой, а это почти всегда так работает, если мы говорим про популярные проекты. То есть, если ты как-то успешен в играх, в популярной игре, очень важный момент в популярной игре, то, скорее всего, тебя знают другие игроки, а значит, ты получаешь уважение, а значит, с тобой хотят там пообщаться под тем или иным, ну, а тем или иным вещам относительно игры. Поэтому, в какой-то мере, это можно даже перевести на достижения в жизни. Почему, как бы, нет. Становиться киберспортсменом и как-то это монетизировать. Большинство, если ответили честно, сами себе прекрасно осознают то, что играют они по большей части для себя, для удовольствия до получения дофамина. И получение каких-то ПТСов в игре будут котироваться только в твоём окружении, и ты вряд ли это сможешь монетизировать. И большинство, даже осознавая и честно отвечая себе на вопрос, что не светит им дорога в киберспорт, и они не смогут это монетизировать и жить на этом, всё равно продолжают относиться к играм серьёзно. А, ну, как раз он про это говорит, блядь, не надо было стопать. Снимаете, с синглплеерными проектами такой проблемы нету. Ты их купил, прошёл, получил удовольствие и забыл. Но с Ассион... Нихуя! Наоборот! Он, он, блядь, у меня столько есть знакомых, которые одиночные игры проходят под 100%, типа, там того же, не знаю, там Ассасина, Ведьмака и вот это всё. Там чуваки тратят сотни часов, чтобы пройти полностью, выпить все ачивки и потом выйти. И то эти же ребята могут потом вернуться. То есть, не, 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 не. Ассионки типа Доты, КС, Валоранта, Фортнайта, Пабга, да чёрт возьми даже... Хотя да, в сравнении с этими играми, это полная хуня. У Астарса, это настоящий. Типа, даже 100 часов в сравнении с этими играми, это залупа просто. И вампиры. Любой мультиплеерный проект сейчас... Да, да, тут он прав, да, да, тут прав, что-то я выднулся зря. Стоит из системы 50 на 50 процентов. От него ты никак не избавишься, потому что он реально хорошо работает, чтобы удерживать игроков. Банально, если не будет системы 50 на 50, то ты будешь постоянно выигрывать, и тебе станет скучно. А если постоянно проигрывать, то станет просто бесит и рай, из-за того, что она слишком сложная. От этой системы никуда не денешься, потому что она слишком хорошо работает, чтобы ты продолжал отдавать свою жизнь какой-то игре. Сегодня у тебя лустрик, ты чувствуешь себя куском дерьма, а завтра ты заходишь опять, чтобы отыграться, и вот у тебя уже винстрик, и ты чувствуешь себя богом. Буквально система эмоциональных качель, только не от девушки, а от игры. Из-за неё ты постоянно возвращаешься с мыслями о том, что сейчас-то ты переиграешь эту систему даже с конченными раками. А если ты проиграл, то в очередной раз виноваты все вокруг, но только не ты. Скажете, выдаю базу? Нет, я подвожу к тому, что это всё... Ты разве в ролике про КС не говорил, что хотел выбить все достижения и выйти так же? Ну, в принципе, я мог, а может и нет. ХЗ, мне надо именно контекст вспомнить. Потому что вне контекста звучит как-то странно супер. Понимаешь, типа, кей, выбить все достижения в контре и выйти. ...которые тебя очень сильно затягивают, без каких-то конкретных целей. Что, как по мне, очень страшно для таких людей, как я, или тех, которые просто ещё не осознают, что они зависимы от игр. В начале ролика я говорил то, что я как-то подсел на доту. На данный момент у меня в ней 6000 часов. Я преодолел буквально все этапы, от того, что я пересоздавал аккаунты, чтобы попасть на хайп и ТС, до того, что я просто забивал хера и играл на маленьком рейтинге в удовольствие. Вне зависимости от того, что я делал, с дотой у меня взаимоотношения очень странные. Я могу не играть в неё полгода, а потом на два месяца просто в ней пропасть. На данный момент я просто дал себе обещание больше в неё никогда не заходить, потому что неважно, с каким настроем я в неё зайду. Даже если по приколу с друзьями каточку скатать, в конечном итоге я превращусь в токсичное быдло. Честно, раньше какую-то ЧСВшность, токсичность, агрессивность я не замечал, потому что я не был стримером. А так как я уже два года подряд каждый день стримлю, я заметил корреляцию. Когда я играю в доту, учащаются сообщения на нарезках и на стримах о том, что я стал более злым и агрессивным. Только прекращаю играть в доту, и проходит пару недель, такие сообщения... Это даже не про игры, это просто про жизнь, знаете ли. ...пропадают. И самое забавное то, что когда ты варишься в этом котле токсичности, и тебе пишут подобные сообщения, ты не воспринимаешь их всерьёз. Ты думаешь, что чел просто вообразил себе какой-то непонятный образ, и с тобой всё нормально, ты всегда таким был. И только когда я начал анализировать своё поведение, я понял то, что эта игра действительно очень сильно на меня влияет, и было принято решение, раз она всегда её бросит. Я нереально рад, что я ушёл с этой помойки. Я начал осознавать свои проблемы. В ролике про КС-2 ты говорил, типа, даже в КС я не успел собрать достижение, а тут в КС-2 справился за 5 минут. А, ну да, я зашёл в КС-2, чтобы получить достижение. Так а к чему это, я не помню, нихуя это, Аллади. Вы зависимости только когда получаю анализ со стороны своей аудитории. Это наоборот, типа, шутка же. В какой-то момент я просто дал понять самому себе, и признал тот факт, что у меня есть зависимость, которая негативно влияет на мою жизнь. А ты, зритель, смотрящий этот ролик, вряд ли сможешь получить сторонний анализ своего поведения, и как на самом деле влияют на тебе игры. Потому что мне тоже казалось на протяжении 10 лет, то, что всё окей, всё нормально, всё хорошо, я независимый, игры это классно. Но сколько невыпущенных роликов из-за игр, сколько потраченного здоровья из-за игр, денег, я же ещё и доначу в эти всякие штуки. Напоминаю, Renshin Impact 40 тысяч рублей задонатил, долбоёб. Если не ходить вокруг да около, моя основная мысль заключается в том, что у меня... Короче, хотите, расскажу вам супер клёвый анализ, вот именно относительно любой соревновательной игры, которая, возможно, даже вам покажет, ну, поможет немножко стать лучше. Вы знаете, вот идёте вы на первом месте, там, ебашьте, у вас долбоёбы в команде. И вы, допустим, проигрываете. Если вы проигрываете реально таща, скорее всего, это счёт где-то средний, то есть, там, не знаю, если брать КС-ку, там, не знаю, там, 13-10, 13-8. Давайте будем честны, если бы вы, блядь, играли бы ещё лучше, то, сука, вы бы, блядь, даже бы это с этими ебанатами бы забрали. Если вы, блядь, проигрываете, блядь, 13-3, 13-2, то, блядь, забейте, типа... Ну, это просто никак не выигрывается. Ну, даже здесь даже гореть особо нет смысла. Но если вы видите средние игры, где вы, типа, вам проигрывают ебанат, и в первую очередь думайте о себе, сука, что если бы вы сыграли ещё лучше, похуй, насколько вы пиздато сыграли, похуй, вы там набили 30 фрагов, блядь, если вы набили 30 фрагов, то игре, значит, можете ещё больше набить, потому что вас спёрло, сука. Поняли тему? То есть, если кого-то хотите винить в вашем поражении, надо винить себя, потому что, блядь, это ваше поражение. Получилось осознать свою зависимость, но большинство людей, которые сейчас меня слушают, вряд ли... Но это же командные игры. Ты не понял, это же командные игры, там, где, блядь, в принципе, ты можешь играть соло. То есть, в кс-ке спокойно можно выиграть соло. В доте, окей, сейчас экономика там мне вообще не устраивающая, но если, блядь, я просто очень много файтов видел, даже у себя лично, когда я нажимал кнопки неправильно, из-за этого, допустим, просто решающий файт проёбывался. Так что, да, блядь, ты можешь орать на кого угодно, что они где-то сыграли плохо, и так далее, и так далее, и так далее, но, в первую очередь, надо смотреть на себя, в первую очередь. И задумываются о том, что у них есть какие-то проблемы. Найдутся люди, которые будут в комментариях доказывать, что я дурак, а вы не такие, у вас всё по-другому, и вы вообще молодцы, и вы будете полностью правы, я с вами не спорю, потому что люди все разные. Но есть люди, которые сомневаются, вроде бы никак не влияет на их жизнь, а вроде влияет, а как конкретно непонятно, поэтому пофигу, играем дальше. Для таких людей следующая тема — это социалочка, насколько сильно вот эти сессионки особенно и влияют на то, как ты ведёшь себя в реальной жизни. Дело в том, что когда ты, допустим, очень много играешь в КС, ты перенимаешь на себя повадки, привычки, манеру общения с людьми. Считается нормальным и приемлемым, оскорбить чута мать, выписать какой-то диагноз, перечислить всех родственников и что ты с ними делал. И так или иначе, манера поведения в играх, хочешь ты того или нет, будет влиять на твою реальную жизнь. Привычный паттерн поведения в игре, когда ты привык оскорблять всех подряд, и тебе за это ничего не будет, в жизни не работает, потому что тебе по лицу дадут за это. Тебе приходится подбирать слова, чтобы вписаться в общество. А теперь представьте человека, который не варится в этом токсичном котле. Он привык общаться так, как общаются все, и ему в обществе проще. Получается, что игры усложняют твою социалочку. На личном примере, так как я сам асоциофобный долбоеб, в моменты, когда я не играю полгода, мне реально проще гулять, общаться с людьми нау. Да кстати, хуй знает на самом-то деле. Я знаю дохренищих кентов, которые вообще не могут общаться с людьми в жизни. Хотя, наверное, он про это и говорит. Улицы, с кем-то знакомиться. К 23 годам я замечал, как банальный отказ от игр помогает мне. Ну просто, подожди, мы говорим про какое именно общение? Общение именно в лобби матчмейкинга или общение об игре в дискорде? Это очень большая разница, кстати говоря, на самом-то деле. Типа, если мы говорим про общение в дискорде, то, ну, наоборот, люди благодаря этому начинают хоть как-то находить друзей себе. Поэтому да, да, мне кажется, это индивидуально, причем это не только из-за игры, это просто в целом из-за родителей, из-за социума, в котором находится как раз-таки человек. Там очень много различных факторов. То есть игры вообще, игры в целом, наоборот, помогают даже кому-то, наверное, социализироваться. Возможно, не совсем с той хорошей стороны, если мы говорим про какие-то соревновательные игры. Но когда находят, допустим, ну, не всегда же, блядь, ты горишь нахуй в играх. Не всегда. Даже если ты там супертоксик. Иногда ты ходишь с какого-то пролепиздатого чувака, начинаешь с ним общаться, у вас контакты вырастают. То есть друга находишь таким образом. Так что, ну, хуи знает. Это, наверное, прям очень индивидуальная история. Ну, он, по сути, про это и говорит, поэтому. Не социализироваться в жизни. И если ты думаешь, что на тебя это никак не влияет, попробуй на полгода отказаться вообще от игр. И погулять. Охереешь. Следующий пример, тоже связанный с социалочкой, это графика. Не смейтесь, пожалуйста, сейчас все объясню. Тяжело понять, о чем я говорю, если ты никогда этого не испытывал, но... Бля, он сейчас, короче, расскажет то, что у тебя там, знаете, какие-то моменты из игры переносятся в жизнь. Да, да, такая же, я помню, как ты, короче, в доту засел очень надолго. И я, по-моему, сидел. А, проснулся, получается, только. И хотел сделать ТП в туалет. Я реально где-то в голове, как, знаете, в Apple Vision Pro искал кнопку телепорта. Я такой, блядь, типа, где этот свиток ебаный? Где эта кнопка ТСУ? Где она? А потом, а, стоп, я долбей, я в жизни уже. На протяжении трех недель, напоминаю, я играл в Майнкрафт в январе. И это было буквально все свободное время. Отвлекался только на поспать и посрать. И где-то на второй неделе, когда по какой-то причине не работала доставка, мы пошли в... Я помню, когда салдул-коил дать. Это этот такой, знаешь, такой, стоит, просто подшелсит и руки поднимает, такой... Магазин с девушкой. Она тоже играла со мной в Майнкрафте, те же самые чувства испытывала. И мы просто охерели от того, насколько красивый, 3D-шный, объемный, текстурированный реальный мир. Я знаю... Это же с головой беды. Да нет, это ты просто одупляешься. Короче, когда ты просыпаешься, ты же нихуя не понимаешься, муха, ты же понимаешь. Ну, то есть, вспоминай, сколько ситуаций у тебя было, когда ты просыпался и такой, бля, где я, что, блин. А ты, теперь представь ситуацию, когда ты играл весь день в Доту прошлую. Тебе снится Дота? Ты просыпаешься, у тебя в голове еще Дота. То есть, ты не одупляешься, что ты, ну, в реальной жизни, сука. Что звучит, как бред сумасшедшего задрота. Это так и есть. Если вы такое чувство испытывали, то вы понимаете, о чем я говорю. Если не испытывали, то мой личный пример доказывает мне... Я думаю, просто у каждого такие примеры и были. Ну, хотя бы отдаленно напоминающие. Возможно, вам на словах поверите то, что игры реально влияют на восприятие мира. И чисто по логике получается так, что если мой мозг наебывал Майнкрафт на протяжении трех недель игры 24 на 7, то на других людей также он влияет, только в меньших масштабах. Но все равно, скорее всего, влияет. Было бы интересно почитать комментарии людей, которые с подобным сталкивались, или, в принципе, играли долго, а потом выходили в реальный мир, и что-то их удивляло. Обязательно все почитаю. Сейчас я хочу рассказать, сколько вообще я на игры потратил в своей жизни. Рекордсмен — это Майнкрафт. В него, по ощущениям, потому что часов нигде не пишется, где-то больше 10 тысяч. Потом... Сколько? Дота 2, 6... Сколько? Тысячи часов варфрейм. Сколько? Полторы тысячи часов. Карас, Драгонест. Было очень давно не то, чтобы очень... Блядь, это что, я, получается, очень мало времени трачу на игры? У меня, ну, что понимали, у меня в Доте, дай Боже, там, три с половиной тысячи часов за столько лет. В КС-ке там примерно то же самое. И это самые топовые часы. Ну, окей, ладно, у меня в FM, наверное, во всех FM-ах тысяч три-четыре. Хотя, хуй знает, тоже до хуя. Сильно помню, но по ощущениям, как будто бы тоже больше двух тысяч часов. Хотя я тогда учился, и могу ошибаться. Геншин Импакт, у меня 58-й ранг, очень странная игра, бесконечно в неё играл, а потом просто в один момент бросил и ни разу не возвращался. Алдам, привет, Цивилизация пятая, больше тысячи часов наиграно. Эту игру... Цивка? До сих пор люблю. Наверное, единственное, которое... Мы, кстати, с пацанами недавно в Цивку начали играть, чтобы вы понимали. Не приносило мне вообще... И как? Пиздато. Ну, вам будет интересно на стриме, но вообще весело. ...негативных эмоций. КС всего 400 часов бросил в эпоху, когда процветали читеры, и больше желания возвращаться в неё не было, потому... Да, в принципе, они сейчас процветают. Потому что слишком однообразная игра. А, ещё Overwatch, когда он был на хайпе, где-то 800 часов наиграно. Бог, да, кстати, я в Overwatch играл дохуя. Знаю, честно, много или мало, можете в комментариях поделиться, сколько у вас в рекордсменстве. Бля, сколько у меня рейтинга было в Overwatch? 3000 или сколько? Там то ли... Блядь, то ли 2500, то ли 3000 было у меня в Overwatch. Я не помню, что это... Ну, это нормальный рейтинг был или ненормальный? По-моему, средний какой-то. Таких играх, часов. Но всего этого... Там эти ещё какие-то... Не давали эти значки за рейтинг. Мне реально хватило, чтобы понять, что у меня есть зависимость от игр. Я слишком глубоко в них погружаюсь. И они меня засасывают буквально, портя мою реальную жизнь и забирая какие-то реальные достижения, которые я бы мог вложить в более нужное мне русло. Я не жалею о том, что я потратил столько времени на игры, потому что так или иначе они меня сделали тем, кем я являюсь, а я себя сейчас полностью устраиваю. Опять же, есть много позитивных моментов, о которых я сегодня не рассказывал по понятным причинам, ведь надеюсь на вторую часть. В последнее время меня игры сессионные особо не тянут. Я этому очень рад, потому что они реально губят меня. Увлекся автосимуляторами, всякими гоночками, купил себе рулоги 3 за 40 тысяч. Вот это реально кайфовое времяпрепровождение. Никакого негатива, тупо с кайфом едешь, слушаешь музыку, исключительно удовольствие от гоночек я получаю. Этот ролик получился, может быть... Ну это как Евротрак симулятор, отличная тема. Быть скомканным, мне по большей части хотелось с вами поговорить. Просто поехать и сидеть пиздец с чатом, там о жизни говорить. Все, ребята, вот такие вот истории у меня. Говорить. Основная цель была для таких людей, как я, чтобы они... Ля, может реально сделать как-нибудь Евротрак симулятор и просто о жизни общаться? ...и осознали свою зависимость или для тех, кто еще сомневается и не понимает, услышали, к чему это может привести задротство. Попытаться самовольно себя ограничить, понаблюдать за изменениями, как на самом деле игры влияют на твое состояние. Буду очень рад, если кому-то поможет. Ну вот, я ролик выложу и, наверное, пойдем в Евротрак тогда. Ок, вы напишите в комментариях свою историю взаимодействия с играми и задротством. Чем больше мнения в комментариях, тем больше для... Ну, блин, говорю, типа, он просто рассказал именно субъективные отношения. Ну, он прав. Типа, игры действительно... Вообще, что угодно в нашей жизни может создать какую-то зависимость. Даже сидение на стуле. Поэтому, я считаю, нужно запретить стулья. Да не, блядь, я шучу. Ну, не в этом смысле. Короче, он рассказал историю, типа, как у него вот именно с играми стоят дела. Поэтому я понимаю, что некоторые скажут, блядь, он за хуйню несет. Это не обязательно, это не у всех. Так в этом-то и прикол. Он субъективщину просто ебашит. Он рассказывает свою личную историю. Я просто заранее скажу, потому что я видел подобные комментарии в чате. Ну, в принципе, поучительно местами. С некоторым... Ну, с некоторым похоже на мою жизнь. С некоторым нет. В общем, интересно было послушать. Каблучки и макияж, это день твой. Скорее в галерею ждет тебя любовь. У картины неизвестный стоит мальчик гид. Красивые усы. А как же он кричит?